Есть чат, в который вы можете писать. Вижу ваши пятерочки. Замечательно. Ну что, я приветствую вас на первом открытом уроке нашего великолепного, потрясающего 17-го потока. Мы с вами наконец-то стартуем это обучение. Все мы сейчас с вами встретились в Zoom. И, собственно, так и будут происходить все наши вебинары обратной связи, которые будут проходить у нас каждую неделю по понедельникам. Вот именно в таком формате, потому что именно в Zoom вы можете задавать мне любые вопросы. Это можно делать и в чате, это можно делать голосом. То есть здесь у нас с вами такой камерный формат, когда мы друг с другом близко общаемся, знакомимся. Ну и, собственно, проходим наше обучение, потому что мы будем проходить его плечом к плечу как минимум три месяца. Кто-то будет дольше. Сейчас я расскажу вам о формате нашего обучения, как оно будет происходить. Так что поставьте, пожалуйста, ребята, огонечки в чате, если вы рады, что наконец-то это обучение стартует, что наконец-то вы будете погружаться в прекрасный мир контекстной рекламы, поздравьте друг друга с этим, напишите в чат. Ребята, поздравляю всем, всем добро пожаловать. Вообще важно, чтобы вы друг с другом познакомились, потому что вы одногруппники, вы будете работать друг с другом, будете работать в командах. И важно, чтобы вы понимали, что это не обучение один на один сами с собой, с компьютером. Это обучение, которое рядом с вами проходят такие же люди, как и вы, страждущие, жаждущие выхода на удаленку. Вы все в одной связке. И важно понимать, что это все живые люди, классные ребята. Кто-то, возможно, даже в вашем городе находится, и можно встречаться друг с другом оффлайн, знакомиться, дружить и находить своих новых друзей, новых знакомых. Это очень здорово. Вижу ваши огонечки. Ура, ура, супер. Итак, сегодня у нас такая вводная лекция, вводный урок, чтобы вы понимали, как дальше будет происходить наше обучение. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, можете смело мне их задавать, либо писать в чате, либо можете ручку поднять в Zoom. Есть такая возможность. И я дам вам слово, чтобы вы спросили голосом. Итак, значит, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы начинаете эту новую главу своей жизни. Без преувеличения могу сказать, что это то, что поменяет вашу жизнь, то, что поменяет ваше мировоззрение, потому что многие из нас, все вы здесь люди взрослые, у меня нет детей 15-18-летних, часто люди приходят к осознанию, что им пора на удаленку уже в довольно взрелом возрасте. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько вам лет. И на самом деле все мы приходим к определенному возрасту с багажом знаний и с очень большим количеством ограничений. И ограничения часто связаны с тем, что зарабатывать можно только в офисе с 9 до 6, сидя где-то, да, и мы не видим тех возможностей, которые на самом деле нас окружают. И вот в рамках этого курса вы будете видеть, какие потрясающие возможности есть в онлайне, и вы, конечно же, будете учиться этими возможностями пользоваться. Поэтому я без преувеличения могу сказать, что это обучение действительно поменяет вашу жизнь. На то, насколько круто она поменяется, здесь уже все зависит полностью от вас. Потому что то, насколько вы будете применять те знания, которые вы получаете, от этого и зависит ваш результат. 40 годам пришло озарение про удаленку. Вот, видите, Мария, супер. 20, 31, 39, 39, 29, 52, 32, 29, 22, 35, 42. Да, то есть, видите, около 35 лет такой средний возраст наших учеников. Да, примерно вот в таком формате. Кто-нибудь есть из Ростовской области? Светлана, потом в чате можете задать этот вопрос, и там уже объединяются группами по регионам. То есть, я вас с этим поздравляю. Вы все большие, огромные молодцы, что вы не побоялись сделать этот шаг. Многие так и живут, ничего не делая всю свою жизнь. А вы, представляете, вы уже сделали больше, чем подавляющее большинство остальных людей. Вы все большие, огромные молодцы. Я вас с этим поздравляю. И давайте кратко расскажу. Лишний раз подтвержду, подтвердю, подтвержду ту идею, что вы пошли действительно в очень классную профессию, потому что я лично считаю, что контекстная реклама – это лучшая профессия вообще на земле. И я так считаю не потому, что я этим занимаюсь, не потому, что я обучаю этому, а потому, что я действительно так считаю, я сама с этим работаю уже. Вообще, на самом деле, я недавно посчитала, что не 14 лет, а 17 лет. С 2006 года я этим занимаюсь. Просто время летит настолько быстро, что я думала, что 14, а уже, оказывается, 17 лет прошло. То есть, представляете, я с этим работаю уже так долго, и так долго я не теряю искренней веры, что это лучшее, что может быть на удаленке. Это действительно так, потому что не может человек обучать чему-то, если он сам в этом не уверен. Напишите, пожалуйста, согласно, если вы со мной согласны. Так вот, я искренне считаю, что контекстная реклама – это лучшая профессия в наше время. Она прошла просто все проверки временем, и пандемии, и войны, и мобилизации, и тренды, и спады трендов, и все на свете. И всегда, в любые периоды, я прекрасно работала в этой профессии, зарабатывала деньги. И, собственно, дальше только лучше. Дальше только лучше. Особенно с учетом того, что у нас происходит в последнее время в России. Давайте кратко пробежимся по преимуществам, чтобы дать вам вот эту вот мотивацию, дойти это обучение, пройти его до конца, и дальше развиваться в этой профессии, потому что, конечно, мотивация невероятно важна. Вы все начинаете это обучение на максимальной мотивации. И очень важно, чтобы эта мотивация сохранялась у вас весь период вашего обучения, ну и дальше, когда вы будете уже в этой профессии работать. И я вам расскажу, что поменялось у нас в этом потоке. Я довольно сильно поменяла программу обучения на основе обратной связи от своих выпускников. И сейчас выстроила обучение таким образом, чтобы давать вам просто максимальнейшие результаты. И расскажу вам сегодня, что же это за изменения, которые вас ждут. Итак, как я уже сказала, контекст существует в России 20 лет. То есть это стабильная профессия, не трендовая. Знаете, как вот бывает очень много удаленных профессий, трендовые. Там сторисмейкеры когда-то кому-то были нужны, сейчас все, никому не нужны сторисмейкеры. Трендовая смейкеры, там рилсмейкеры и прочее, прочее. Я лично такой человек, который любит стабильность. Если вы такие же, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Я очень люблю стабильные профессии, где я не переживаю, что будет завтра, нужна будет моя профессия завтра кому-то или нет. Нет, я, знаете, как бы такой человек, что я хочу всегда понимать, что завтра я тоже заработаю себе на хлебушек с маслицем и с икорочкой. А вот если для вас это также важно, поставьте плюсики в чате. Значит, у нас всегда будут клиенты, несмотря ни на какие кризисы, потому что последние три года у нас что-то происходит страшное вообще в мире. Сначала пандемия. И во время пандемии у меня отвалилось два клиента. Я вот сейчас вам просто расскажу, как это все было. У меня тогда в работе было примерно восемь проектов в разных совершенно направлениях. И два проекта были связаны напрямую. Там один-то был медицинский туризм в Израиле. И другой, значит, у них была поставка оборудования тоже из-за рубежа. И когда случилась пандемия, вы помните, что все у нас закрыли, все границы перекрыли, все было закрыто-перекрыто. Понятно, что у меня несколько проектов отвалились. И в этой нише у многих специалистов часть проектов, конечно же, ушли. Но очень быстро на их место, буквально в течение недели, я нашла другие бизнесы, которые совершенно прекрасно, спокойно работали. И даже в период пандемии. То есть вы не должны бояться, что если будет что-то происходить у нас в стране, то я останусь без клиентов. То есть у нас, чем наша профессия прекрасна, тем, что мы работаем с теми бизнесами, которым сейчас актуально работать, которым актуально быть в интернете. То есть здесь как бы могут быть, конечно, небольшие такие пертрубации, когда какие-то клиенты уходят, но мы достаточно быстро на их место находим новых клиентов. Вы не должны об этом никогда переживать. В чем плюс контекста, и почему он на самом деле так популярен, и почему он держится так долго, и настолько стабильно туда идут все бизнесы? Потому что это единственный тип рекламы, когда мы показываем клиенту, потенциальному покупателю, то, что он ищет здесь и сейчас. Ни один другой тип рекламы не отвечает этому требованию. То есть если мы с вами вспомним там ТВ-рекламу, радио-рекламу, билборды, реклама в соцсетях, это тип рекламы, когда мы показываем что-то аудитории, которая здесь и сейчас ничего не ищет. А контекстная реклама, реклама на поиске, это единственный формат рекламы, когда мы показываем что-то человеку, который это что-то ищет здесь и сейчас. Ищу я там матрасы, заказать матрас надувной, мне показывается реклама надувного матраса. Ищу я школу танцев, мне показывается реклама школы танцев. Именно поэтому это настолько популярный тип рекламы, и именно поэтому все бизнесы хотят быть там. Безусловно, с этим связаны и минусы. То, что у нас довольно сильно выросла конкуренция сейчас в Яндексе, довольно сильно выросла цена клика в Яндексе. И нам надо, как специалистам по рекламе, уметь с этим работать. И вы этому и будете обучаться в рамках этого курса. Уметь работать с клиентами, независимо от того, какие у них бюджеты. То есть мы с вами активно будем изучать это искусство. Значит, вы будете изучать все варианты таргетинга, которые есть в Яндексе. И по ключевым запросам, и по интересам, и по дням рождениям и прочее, прочее. Потому что Яндекс добавил довольно много вариантов находить целевую аудиторию после ухода всех зарубежных сервисов, там типа Фейсбука. Яндекс очень быстро подсуетился, добавил очень много вариантов всевозможных таргетингов, и вы будете учиться с этими разными типами таргетинга работать в рамках этого курса. То есть весь первый месяц вы будете заниматься этим. В среднем, в среднем, средний чек по работе с рекламой 20 тысяч. Но вы должны четко понимать, что, конечно же, на первых этапах, когда вы еще неопытные, вы будете брать заказы подешевле. То есть в среднем у новичков хватает наглости называть чеки от 10 тысяч, и я призываю вас не называть меньше. Потому что у многих из вас есть такое сильно желание допинговать. Ну, типа, раз я новичок, давайте я вам настрою рекламу за 5 тысяч. Пожалуйста, не занимайтесь этим, потому что вы дальше в процессе обучения вы увидите, что настройка рекламы – это процесс, который требует достаточных трудозатрат. Это не то, что делается за один час. И делать что-то… Вот вы, представляете, вы настраиваете рекламу неделю, а потом вам надо еще три недели как минимум оптимизировать эту рекламу. И вы за это будете брать 5 тысяч, ну, как-то, знаете, несоизмеримо. Поэтому очень важно, чтобы вы знали себе цену уже на первых этапах работы. Вы должны четко понимать, что обучившись здесь, пройдя месяц обучения здесь, вы уже будете знать сильно больше, чем многие на российском рынке. и ваши цены не должны быть меньше там 10 тысяч в месяц. Через месяц, два-три, вы уже должны как бы четко называть от 20 тысяч в месяц за настройку. Пожалуйста, не мельчите, да, не называйте какие-то смешные стоимости, там, 5 тысяч, 2 тысячи. Вы от этого лучше никому не сделаете, ни себе, ни клиентам, ни рынку. Договорились? Поставьте, пожалуйста, десяточки в чате, если мы договорились. Так, значит, теперь по поводу того, какие у вас возможности будут дальше для работы. Очень важно, чтобы вы понимали, что у вас есть очень много дорог, по которым вы дальше сможете пойти. И вы должны выбирать ту дорогу, которая для вас наиболее приемлема, которая для вас наиболее интересна, исходя из вашего психотипа. Если вы чувствуете в себе такую уверенность, что вот я вот несмотря ни на что буду брать своих личных клиентов и вести их, то вы можете развиваться как фрилансер. Вот как я в свое время развивалась, как фрилансер. То есть я набирала свои индивидуальные заказы, работала с клиентами один на один. Если вы знаете себя как человека такого сомневающегося, которому там сложно сразу брать на себя такую ответственность, как работа с клиентом один на один, хотя вы, конечно же, будете работать с ними с нашей помощью, но все равно с клиентом будете общаться вы, а не мы. И если вы чувствуете, что вы такой сомневающийся в себе человек, вам стоит посмотреть в сторону работы в агентстве. Это удаленный найм, вы также работаете удаленно, но это работа в рамках рекламного агентства, когда вам предоставляется клиент, вам говорят по пунктам, что делать, у вас минимальный уровень ответственности, потому что вам просто дают чек-лист, по которому вы что-то должны делать. И если вы такой человек, себе сомневающийся, то для вас это лучший формат работы. Это идти в рекламное агентство, либо работать с помощником эксперта по рекламе. Если же вы такой человек, себе уверенный, то вы можете идти дальше по формату работы как фрилансер, можете потом дальше открывать свое рекламное агентство, уже с опытом, когда вы этого опыта наберетесь. Можете дальше, если у вас есть знания английского, даже работать с зарубежными клиентами и зарабатывать в долларах или евро. То есть все в ваших руках, огромные возможности, которые открываются перед нами, когда вы начинаете работать с контекстной рекламой. Значит, возможность быстро обучиться. Значит, смотрите, наш курс длится довольно длительный промежуток времени. Сейчас я вам расскажу подробно, сколько конкретно. Но вы должны четко понимать, что уже через месяц у вас будут знания, достаточные для того, чтобы брать ваши платные заказы. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть основную информацию по настройке рекламы вы получите за месяц. Если вы пришли сюда со своим личным проектом, у вас свой бизнес, есть вот у меня такие ребята, напишите, пожалуйста, это я, если вы владеете своим бизнесом, то вы уже с первых уроков начнете настраивать свой реальный проект. С первых уроков. У нас нет никакого там, знаете, раскачки бесконечной. Мы сразу с первых уроков начинаем настраивать реальную рекламную кампанию. Как выбрать учебный проект? Сейчас мы с вами поговорим. Значит, работать и учиться вы можете в любое удобное для вас время. То есть у нас все уроки в записи. Вы все уже начали проходить предобучение. Ребят, начали проходить. Кто-то из вас уже закончил его проходить. Кто-то из вас начал. Давайте я сейчас покажу вам формат обучения, чтобы вы четко понимали, по какому принципу проходить наше обучение, чтобы вы ничего не потеряли. Значит, давайте я открою ваш великолепный 17-й поток. У вас в разделе тренинги есть несколько тренингов. Мы начинаем с тренинга, который так и называется «Начните отсюда» – предобучение. Кто из вас уже закончил предобучение, ребята, напишите «Я закончу». Если вы вдруг не закончили предобучение, ничего страшного, пожалуйста, занимайтесь сейчас активно этим. Значит, смотрите, все уроки у вас в записи. То есть вы смотреть уроки можете в любое удобное для вас время. Уроки длятся примерно в среднем 20 минут. То есть закладываете 20 минут на просмотр урока и полтора часа на выполнение домашнего задания. То есть в среднем, если вы будете выделять два часа на обучение, этого будет более чем достаточно, чтобы не отставать, чтобы все делать вовремя, два часа выделяете. Утром, в обед, вечером, когда вам удобнее. В дальнейшем, когда вы уже перейдете на следующую ступень и будете работать уже с реальными клиентами, тоже, пожалуйста, закладывайте два часа в день на одного клиента. Когда вы будете работать с этим клиентом, это уже выбирайте сами, потому что контекстная реклама чем прекрасна, тем, что фактическую настройку рекламы вы можете делать в любое время. В любое. Ваша задача просто будет там созвониться с клиентом, обсудить проект, и дальше вы говорите, я на настройку рекламной кампании, мне потребуется пять рабочих дней. Когда вы там будете выделять эти два часа, клиенту неважно. Это вы уже распределяете сами. То есть уже, пожалуйста, заранее подумайте, в какое время, как вы будете заниматься вашими проектами. Да, у вас есть уроки по тайм-менеджменту, у вас есть уроки по тайм-менеджменту, пожалуйста, внимательно посмотрите этот урок и четко пропишите для себя ваше расписание, когда вы будете обучаться, когда вы будете дальше работать с клиентами. Потому что, если у вас нет этого понимания, как встраивать обучение в жизнь, то вы никакого результата не получите. Очень важно, чтобы вы встроили обучение в свое текущее расписание, в работу, в декрет, если вы в декрете сидите, чтобы получить максимум результата от этого обучения. Договорились? Значит, еще раз поздравляю вас с тем, что вы выбрали столь потрясающую профессию. Я надеюсь, что я вам продала эту идею, что, блин, контекст – это то, чем надо заниматься, потому что он действительно очень сильно выгоднее отличается на фоне всех остальных удаленных профессий, которые есть на рынке. Теперь давайте погрузимся с вами уже в наш процесс обучения. Как он у нас проходит? Первый этап – это предобучение. Как я уже сказала, если вдруг вы еще его не закончили, ребята, пожалуйста, поднажмите. Ваша задача – пройти все уроки предобучения, потому что здесь заложены очень важные базисные вещи. Не понимая их, идти дальше не стоит. То есть вы должны пройти все этапы предобучения, и дальше после этого вы уже переходите в основной раздел тренинга. Если вдруг вы переживаете, что вы чего-то не успеваете, то у нас на обучении будет неделя каникул через месяц. Мы даем эту неделю, когда у нас не открываются никакие разделы, для того, чтобы те ребята, которые, например, где-то задерживаются, не успевают или еще что-то, чтобы вы могли в эту неделю доделать ваши домашние задания, которые идут у нас в рамках обучения. То есть у нас это заложено в наше обучение, что у вас будет такая неделя, когда у нас ничего не будет открываться, чтобы все успели доделать то, что не успели доделать. Значит, в рамках обучения вы сразу начинаете создавать реальную рекламную кампанию с первого урока. Как выбрать учебный проект? Значит, смотрите, у вас это все уже было в предобучении, но я еще раз повторю. Если у вас есть какие-то знакомые, с кем вы договорились, что вы для них делаете рекламную кампанию, это будет лучше всего. То есть когда мы учимся на реальном проекте, и этот проект вы нашли среди своего ближайшего окружения, это лучше всего для вас, потому что у вас есть такая мотивация, блин, это же реальный проект, у вас прям такая очень сильная мощная мотивация будет. Если же вы никого не нашли в своем ближайшем окружении, кому вы могли бы настроить рекламную кампанию, значит, вы думаете, с какой тематикой вы хотели бы поработать. Ну, например, вам интересна тематика, я не знаю, салон красоты, или вам интересна картинная галерея, или вам интересна школа танцев. Вот любую тематику берете, вбиваете в поиски Яндекса, например, школа танцев, берете какой-то сайт из интернета, пожалуйста, берите только органическую выдачу, вот сейчас, например, я вам как пример покажу, например, мы с вами вбиваем школа танцев, смотрите, вот это реклама, да, вот это реклама, вот это реклама, реклама, возьмите какой-нибудь сайт, ну, вот здесь из органической выдачи, да, Dance Studio, например, да, Ивара, и прочее, прочее, то есть, ваша задача просто взять сайт, интересующий вас тематики, и дальше на этот сайт вы будете настраивать вашу рекламную кампанию по вашему учебному проекту, понятно, что вы эту рекламу не запустите, потому что это не ваш реальный клиент, но вы пройдете каждый этап настройки, вы поймете, по каким принципам настраивается рекламная кампания, да, то есть, это сразу получается, мы делаем, ну, как бы, реальный проект, вы его просто не запустите, то есть, в лучшем случае это настраивать по реальному проекту из вашего ближайшего окружения, с кем вы договорились, это план максимум, да, самый классный, минимальный план, да, это, если вы таких не нашли, ребят, то делаем рекламную кампанию по сайту из интернета, если у вас уже есть какой-то проект, у вас свой бизнес, например, да, или там есть у вас уже реальный клиент, то вы сразу по нему начинаете настраивать вашу реальную рекламную кампанию, поставьте, пожалуйста, плютики, если это понятно, значит, у нас с вами с сегодняшнего дня открываются уроки первой ступени, сейчас я вам покажу где это находится, значит, у вас опять же в разделе тренинги, предобучение у вас лежит отдельным тренингом, а основной модуль у вас вот здесь, называется в латите PPC 17-й поток, значит, мы начинаем с первого модуля, у вас сегодня открылся первый раздел первого модуля, то есть вы начинаете прохождение вот вашей первой ступени, у вас уже открылись уроки, вы начинаете эти уроки смотреть, выполнять домашние задания, сдавать эти домашние задания под уроками, да, вот здесь вот у вас под каждым уроком есть домашнее задание, вот здесь у вас есть раздаточные материалы, качайте все материалы себе на компьютер, чтобы у вас всегда это было под рукой, и дальше здесь вы сдаете домашние задания, там, где требуется проверка домашнего задания, эти домашние задания проверяют наши преподаватели и дают вам подробную обратную связь здесь же на учебной платформе, то есть вы здесь увидите уведомление, что вам ответил преподаватель, читаете, что вам ответил преподаватель, если необходимо внести какие-то корректировки в ваше домашнее задание, вы их вносите и дальше сдаете снова ваше домашнее задание на перепроверку. Обращаю ваше внимание, у многих из вас будет сильно желание оставлять выполнение домашек и просмотр уроков на какой-то один день. Ну, типа, сделаю все выходные. Ребят, не делайте так, потому что каждый урок, каждое домашнее задание – это какая-то ступень, какая-то часть настройки рекламной кампании. То есть невозможно сдать один урок, второй не сдать, сдать третий, у вас тогда теряется вот эта структура настройки рекламной кампании. Каждый урок – это шаг в настройке рекламы. То есть пройдя вот этот месяц, вы по факту пройдете все шаги настройки рекламной кампании. И когда преподаватели проверяют ваше первое домашнее задание, если в нем есть какая-то ошибка, они вам возвращают вашу домашку на переделку. И представьте, если вы все откладываете на выходные, а выходные на минуточку преподаватели не работают, у нас у всех выходные, в выходные надо отдыхать. То вы пытаетесь сделать все домашки, а у вас, например, в первой домашке ошибка. И получается, что преподаватель проверяет вас в понедельник, говорит, что у вас тут была вообще-то фигня, и вам надо все-все-все заново переделывать. Поэтому я вам рекомендую выделить два часа в день, чтобы вот урок сделали, сдали, вам дали обратную связь, вы идете дальше, чтобы не откладывать это как снежный ком на какой-то один день. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. Разделы открываются раз в неделю. То есть у нас не открывается все сразу таким снежным комом. Каждый раздел обучения открывается раз в неделю. То есть вам на неделю выдается, например, 15 уроков, чтобы вы их сделали. На следующую неделю у вас открываются следующие 5 уроков, 7 уроков, чтобы все открывалось поэтапно, чтобы вы не переживали, что слишком много на вас там навалено. То есть вы каждую неделю должны проходить один раздел. Значит, смотрите, за выполнение домашних заданий вам начисляются баллы. И теперь внимание, баллы начисляются ограниченно по времени. То есть баллы начисляются вплоть до понедельника следующей недели. То есть у вас только есть неделя, чтобы заработать баллы за сдачу домашних заданий. Это сделано для того, чтобы вы не откладывали прохождение уроков на бесконечно долго. Поэтому, пожалуйста, следите за этим. Ваша задача проходить все уроки в течение недели, когда открыт раздел. Зачем эти баллы нужны? Вы накапливаете эти баллы, и дальше в конце обучения вам откроется витрина. Вы все витрину, наверное, уже, в принципе, видели. И дальше вы сможете приобрести… Вот витрина уроков. Да, вот здесь вот. Вы сможете приобрести уроки в этой витрине за те баллы, которые вы заработали. То есть вы сможете приобрести дополнительные уроки в нашей школе за счет тех баллов, которые вы заработали. У нас там ученики бьются за них, чтобы получить максимальное количество баллов и получить побольше уроков. Понятно, да, с этим разобрались. Значит, доступ к урокам у вас на год. На минимальном тарифе на полгода, на среднем и на ВИП-тарифе у вас доступ к урокам на год. И, внимание, проверку домашних заданий мои преподаватели могут осуществлять в течение года. Да, то есть у меня нет ограничения, что вот мы проверяем только два месяца. Нет. Если у нас там просто бывают такие ситуации, когда ученики почему-то начинают сдавать домашки через месяцев шесть, такое тоже бывает. Так вот, у меня не ограничено по времени, сколько проверяются ваши домашки. Домашки будут проверяться в течение года. Но понятно, что в ваших же интересах все-таки пройти вместе с потоком обучения, не откладывать это на бесконечно долго. То есть вот как открывается раз в неделю, да, первая ступень, вы должны пройти ее за месяц. Желательно, да, уложиться в это время. Значит, в рамках первой ступени вы будете учиться разрабатывать правильную рекламную стратегию под тот бизнес, который вы выбрали, чтобы сразу приносить продажи вашим клиентам. Вы будете учиться подбирать продающие ключевые запросы. Будете учиться создавать цепляющую рекламу, как для поисковой рекламы в Яндекс, так и для баннерной рекламы в RCA. Вы будете учиться технически настраивать рекламные кабинеты, какие там настройки работают, какие связки работают, какие не работают. Опять же, будем разбираться с каждым бизнесом, какие связки у нас там будут отрабатывать. Значит, наша команда, прекрасные преподаватели, это все выпускники моей школы. Моей школе три года, то есть это выпускники самых первых потоков, уже опытные специалисты с опытом более двух лет, которые выпустились и работают со своими реальными проектами. Ксения, наш главный преподаватель. Вы все уже с ней, многие общались в чате. Ксения у нас в свое время ушла из офиса, от офисной работы на фриланс, чтобы не тратить свою жизнь на пробки и офисную работу, а чтобы тратить ее на себя, на свою семью, на своих детей. На фрилансе она уже два с половиной года. Оксана Балуева, тоже наш прекрасный преподаватель. Из журналистики тоже ушла на удаленку, на фрилансе работают уже более двух с половиной лет. Елена Гребенева, прекрасный пример, как можно совмещать удаленку и декрет. Лена ушла, она пришла ко мне учиться и, собственно, подстелила себе таким образом соломку, ушла в декрет через несколько месяцев и сейчас прекрасно совмещает фриланс, преподавание у нас в школе и декрет с малышом на руках. Ольга Клейменова, тоже выпускница «Девятого потока» на фрилансе полтора года, тоже прошу любить и жаловать. Значит, и наши великолепные наставники. У нас есть преподаватели, которые проверяют именно ваши домашние задания на платформе «Гиткурс», дают вам подробную обратную связь, также общаются с вами в чате, вы там можете задавать любые вопросы. Есть наставники. Наставники – это ребята, тоже мои выпускники, тоже выпускники первых потоков, которые уже давно успешно работают на удаленке. Задача наставников – помочь вам в решении любых вопросов по работе с клиентами. То есть, если преподаватели, они больше проверяют, насколько технически грамотно вы настраиваете рекламу, то наставники, они вам дают уже советы по выбору стратегии. Дальше они будут играть очень важную роль, когда будут помогать вам находить ваши платные заказы, ваших платных клиентов. То есть, задача наставников – помочь вам именно в выходе на удаленку, то есть, в ответах на вакансии, в прохождении собеседований, в выполнении тех заданий и прочее, прочее, прочее. То есть, они делятся с вами именно своим практическим опытом в работе с клиентами. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. У нас потрясающие наставники. Я невероятно горжусь тем, какая команда у нас собралась. И всегда, когда читаю отзывы выпускников, вот первое, что они пишут – это, боже, какая у вас потрясающая поддержка. Все невероятно восхваляют Антона, Рошата. Это одни из наших первых наставников. Они уже выпустили огромное количество потоков. И просто у меня потрясающая обратная связь именно по работе с ними. Вы сами в этом убедитесь. Я думаю, что вы уже общались с ними в чатах, и вы видите, насколько ребята прям всей душой за то, чтобы вы получили результат. Я хочу отметить, что наставники все работают совершенно бесплатно у меня в школе. Они здесь для того, чтобы помочь вам действительно от чистого сердца искренне в выходе на удаленку. Потому что они работают у нас в школе вот за идею. Они сами в свое время вышли на удаленку, поменяли полностью свою жизнь. И настолько их это все захлестнуло, восхитило, что они вот так вот совершенно бескорыстно помогают вам выходить на удаленку, получать результаты в той работе, которую вы сейчас начинаете. Антон – отец четверых детей. Четверых на минуточку. Это просто потрясающе. У него сейчас стабильный доход – 120 тысяч с фриланса. Специализируется. У кого включен звук? Ребята, выключайте, пожалуйста, звук, чтобы не мешать друг другу. Он специализируется на работе с онлайн-школами. Еще в чем большой плюс? В том, что у нас все наставники, преподаватели, у них своя специализация. Они работают с клиентами с разных направлений. Соответственно, вы имеете возможность консультироваться со специалистами, которые работают в разных нишах, в разных направлениях. И они вам будут давать советы, исходя из своего опыта. Это невероятно ценно. То, что вас ведет не один человек, а по факту с вами будет делиться опытом целая команда. Это невероятно круто. И в этом огромный колоссальный плюс нашего обучения. А Рошад совмещает найм и фриланс. На фрилансе тоже более 2,5 лет. Потрясающий специалист. Специализируется на локальных бизнесах. То есть кофейни, салоны массажа, стоматологии. То есть все, что связано с локальным бизнесом, это все Крошату. Он у нас потрясающе с этим работает, умеет работать. Вы сможете с ним консультироваться на этот счет. Наталья Анисимова работает в рекламном агентстве. Вот как раз-таки те из вас, кто не хотят работать, брать на себя ответственность и работать с клиентом один на один, как фрилансер. У Натальи потрясающий опыт именно в работе в рекламном агентстве. Она там уже работает второй год. Доход у нее, здесь написано 60, но сейчас у нее, она пришла, когда в рекламное агентство ей предложили фикс, по-моему, 40 тысяч плюс КПИ. Сейчас ей подняли оклад уже 70 тысяч плюс КПИ. То есть у нее очень хорошие результаты работы в рекламном агентстве. И она с вами, вот если вас интересует это направление, тоже с удовольствием поделится именно вот этим форматом работы, когда ты работаешь в рекламном агентстве. Рив Шамов – это вот человек, которому за 60. Потрясающе просто. Я невероятно горжусь тем, что он пришел к нам в наставнике, потому что я когда вижу вот этих активных людей, которые не побоялись в столь зрелом возрасте поменять свою жизнь, это невероятно ценно, невероятно здорово, что они делятся с нами своим опытом. Он работает в найме, ведет три проекта на фрилансе и также поделится с вами своим опытом, как в столь зрелом возрасте выходить на удаленку, находить проекты. Я уверена, что тоже даст вам невероятные советы и поделится своим опытом в этом направлении. Значит, у нас с вами раз в неделю также будут проходить вебинары обратной связи, как мы сейчас с вами встречаемся в Zoom. Сейчас больше я говорю, потому что это вводный урок. На вебинарах обратной связи вы мне будете показывать свои домашние задания, я буду разбирать ваши домашние задания, и в режиме реального времени вы будете мне задавать свои вопросы, я на эти вопросы буду отвечать. То есть такой, знаете, не формат уже просмотра телевизора, как сейчас у нас это происходит, а там уже живое общение, мы будем с вами общаться в формате диалога, а не монолога. Вебинары у нас проходят по понедельникам, информацию о времени проведения вебинаров вы получаете в чате нашего потока, поэтому, пожалуйста, следите за чатом, вернее, знаете, как даже не за чатом. Смотрите, у нас есть канал потока, а есть чат потока. В канале потока публикуется вот именно вся важнейшая информация, когда происходят вебинары, когда открываются разделы, и это все публикуется в канале. Если вы такой человек, которого чат отвлекает, то вы чат можете тогда не смотреть, чтобы вас не отвлекало, потому что в чате обычно задается много вопросов, обсуждений и прочее, прочее. Если вас чат отвлекает, да, вот у нас чат 17 потока, да, вот у нас там за утро 97 сообщений. Если вас это как бы только демотивирует, не читайте чат, следите только за каналом. У вас все ссылки на канал и на чат есть в вашем обучении. Там отдельный урок, который называется «Доступ к чату и каналу». Не следите тогда за чатом, следите только за каналом. Приходите на вебинары, получайте разборы на вебинарах. Для чего чат? Чат для того, чтобы задавать вопросы нашим преподавателям, наставникам, да, и там, если что-то срочно, какие-то там вещи вам непонятны, тоже мы там все консультируемся в чате. На платформе GetCourse там именно дается обратная связь именно по вашим домашним заданиям. И если вы хотите получить обратную связь по домашнему заданию, ребят, то задавайте вопрос на платформе GetCourse, потому что преподаватели тогда видят вашу домашку, видят, что вы там раньше делали, да, сразу видно общение в рамках вашего домашнего задания. В чате, понятно, преподаватели не видят, какие там у вас домашние задания и прочее. То есть там такие более общие вопросы, да, если что-то непонятно, если что-то не получается, то эти вопросы мы задаем в чате. Понятно, да? Теперь, смотрите, теперь важное изменение, которое у нас с вами вводится на текущем потоке, это переход на вторую ступень. Так было раньше. Раньше мы все вместе, всем потоком переходили во второй модуль, где там все, значит, ваша была задача найти ваших платных клиентов, да, и начинать работать с платными клиентами. И на вот этот вот этап, на второй модуль отводился всего один месяц. То есть один месяц, значит, на поиск клиента, и потом третий месяц на то, чтобы работать с клиентом. И я столкнулась с тем, что часть учеников, которые отстают, да, или которым надо больше времени на раскачку, получалось то, что в одном чате у нас все тусовались, уже и те, кто нашли клиента, и они начинали задавать вопросы там, а вот у меня клиент, а я вот это, вот как там настроить вот это, вот расскажите мне вот эти функции по там, какую стратегию для него подобрать. И была часть клиентов, была часть учеников, которая еще сидит без клиента. И получалось, что те, которые без клиента, они смотрят на тех, кто с клиентом, думают, что со мной что-то не так, и они сильно демотивировались. И плюс вот это ограничение месяц по времени тоже сильно давило на мозги. И получалось, что часть учеников, которые не смогли уложиться в этот месяц, они считали, что все, обучение пройдено зря, я ничего не успел, клиента не нашел, все, у меня не получилось. И я долго думала, как мне поменять эту структуру, чтобы вот такой вот истории у нас не было. И сейчас у нас полностью другой формат обучения. Значит, что у нас происходит, когда проходит месяц? Как только проходит месяц, вы обучились работать с Яндексом, у нас становится с вами следующая задача – работа с реальным проектом, желательно с платным проектом. И вы все переходите на вторую ступень. То есть вам открываются уроки именно по тематике поиска клиентов, как искать клиентов, как отвечать на вакансии, как проходить собеседование и прочее, прочее, прочее. То есть там тоже уроки будут открываться вам в течение месяца. Уроки по поиску клиентов, по работе с клиентами. Мы все переходим с вами в отдельный чат, который называется именно «Помощь в поиске клиента». Туда уходят все ученики, кому нужна именно помощь в поиске клиента. Это вторая ступень. Доступ к этому чату и ко всем вебинарам. Там также будут вебинары раз в неделю. И именно насчет поиска клиентов. То есть мы там с вами будем проходить практику, мы собеседование, отработку собеседований. Я буду помогать вам составлять ваши ответы на вакансии. Мы будем разбирать, что у вас там правильно, что неправильно. То есть все вебинары, все уроки будут посвящены только поиску клиентов. И у вас доступ к этому чату и к этим вебинарам дается на два месяца бесплатно в рамках этого обучения. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Как только вы находите себе клиента, вы переходите на третью ступень. То есть вам открывается доступ в отдельный третий чат, где мы обсуждаем только работу по проектам. И все вебинары там только по работе по проектам. Чтобы мы не смешивали учеников, которые ищут клиентов, с учениками, которые работают уже с реальными проектами. Если у вас уже есть реальный проект, вы сразу получите доступ к третьей ступени. И там будете обсуждать именно настройку вашей рекламы. У вас также будет доступ ко второй ступени, потому что вам важна эта информация, как искать клиентов. Но вы сразу получите доступ к третьей ступени. Понятно, да? Напишите, пожалуйста, понятно, если вам структура понятна. То есть доступ ко второй ступени на два месяца бесплатный, третьей ступени на два месяца бесплатный. То есть по факту у вас 4-5 месяцев доступа к бесплатным активностям в рамках этого курса. Если вы найдете платный заказ в течение недели, значит, вы через неделю перейдете на третью ступень. Но у вас доступ также будет сохраняться и ко второй. Но уже обсуждение по проекту вы будете вести в рамках чата третьей ступени. Понятно, да, логика? То есть у вас по факту мы усиливаем поддержку, усиливаем ее в два раза. Если раньше вам надо было этот процесс пройти за три месяца, то сейчас мы по факту вам в два раза увеличиваем поддержку. И плюс мы не смешиваем учеников, которые уже с клиентами, вот учеников, которые без клиентов. Также на второй ступени у вас будет возможность взять клиента на стажировку. Вы знаете, что моя школа предоставляет вам стажировочного клиента. Но я, знаете, всегда говорю так. Чем бесплатно работать с клиентом на стажировке? Если вам дается такая мощнейшая поддержка, сначала вы будете искать вместе с нами клиентов, а потом в два месяца вам дается поддержка в работе с клиентом. То есть вы будете там консультироваться, как создавать рекламу, какую стратегию простраивать, как собирать ключи. Вы будете два месяца иметь возможность с нами консультироваться, приходить на вебинары, задавать вопросы в чате. У вас два месяца мощнейшей поддержки. Если уж у вас есть такая поддержка, то лучше эту поддержку тратить на работу с платным клиентом, чем на работу с бесплатным. Уж лучше вам найти платный заказ и потом вместе с нами по этому платному заказу работать, чем потратить эту поддержку на работу по бесплатному проекту. Но у вас такая возможность будет. Вы там дальше сами для себя уже решите работать с платным проектом, то есть искать платный проект и работать с ним, либо брать клиента на стажировку. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что 30 дней вы работаете бесплатно со стажировочным клиентом. Важно это понимать. Но в любом случае у вас есть месяц, чтобы подумать, по какой дороге вы дальше пойдете. Понятно? Также мы с вами будем на второй ступени делиться на группы. За каждой группой будет закреплен свой наставник. У вас будет такое командное соревнование. Будете бороться друг с другом, кто найдет больше платных клиентов. Вам будут активно помогать наши наставники. Плюс вы будете делиться в мастер-майнды внутри ваших одногруппников. Обо всем этом я подробно буду рассказывать вам дальше по ходу обучения. То есть у нас с вами будет очень активная работа, чтобы максимально вам помочь в том, чтобы вы быстро находили себе платные проекты на удаленке. Итак, про это я рассказала. На второй ступени вы будете создавать свою портфолио, свой первый кейс по вашему учебному проекту. То есть вы уже будете все с кейсами. Я вас буду обучать, как правильно, адекватно отвечать на вакансии. Вы получите все готовые шаблоны. Вы будете получать помощь в выполнении тех заданий, потому что когда мы устраиваемся на работу, довольно часто даются тестовые задания. Будете вместе с нами выполнять эти тестовые задания. То есть мы вам даем все скрипты, шаблоны, мануалы, материалы, чтобы максимально быстро закрывать ваших платных клиентов, плюс помощь наставников, плюс вебинары обратной связи живые со мной. Все это будет у вас на протяжении двух месяцев. Так, отработка собеседований на практике. Все это будете со мной проходить. Все это будет у нас в рамках второй ступени. Клиенты на стажировке. Все это тоже у вас будет. Также на второй ступени вы получите доступ в чат с вакансиями. У нас подключен платный бот. Он стоит 15 тысяч. Вы его получаете совершенно бесплатно. Там публикуются вакансии по контекстной рекламе. Тоже с этого бота вы будете прекрасно закрывать своих платных клиентов. Также у нас будет урок по сдаче сертификации. Я перед вами сдаю экзамен. Вы за мной повторяете. И вы тоже получите сертификат от Яндекса, от Гугла. То есть не от моей школы, а вы будете сертифицированными специалистами. По Яндексу, по Гуглу сертификаты будут вам выданы Яндексом и Гуглом. То есть вы все это добавите дальше в свое портфолио. У вас будет доступ к готовым рекламным стратегиям. У вас будет доступ в банк кейсов и рекламных стратегий. Вы просто будете туда заходить, смотреть, как настраивается реклама по определенным нишам, там по фитнес-центру, по онлайн-школам. И ваша задача будет просто повторить и настроить рекламу по аналогии. Значит, под всеми уроками, как я вам показала, лежат раздаточные материалы, шаблоны, чек-листы, таблицы. Пожалуйста, скачивайте их себе сразу на компьютер, чтобы у вас все это было всегда под рукой, и вы всегда в любой момент времени быстро это все могли находить. И третья ступень, как я вам уже рассказала, это работа уже с реальным проектом. То есть как только вы находите реальный проект, платный, либо это стажировочный ваш клиент, то вы переходите в чат уже скорой помощи по работе с проектом, и там уже у нас плотная работа именно по работе с вашим платным заказом. Доступ в этот чат, напоминаю, у вас на два месяца также. Те из вас, кто пошли ко мне учиться по тарифу с дипломом, вы после обучения получите диплом о профессиональной переподготовке. Этот диплом отправляется вам по почте. Если же вы пошли по тарифному плану без диплома, у вас будет возможность докупить этот диплом, если он вам требуется. Его оформление стоит, по-моему, там 9 тысяч с копейками. Если он вам потребуется, вы сможете его заказать после обучения. Вам такой диплом тоже придет по почте. Значит, все выпускники ровно через три месяца, несмотря на то, что доступ в чаты у нас, как вы помните, два месяца по поиску клиентов, два месяца по настройке вашей рекламы, все уроки в рамках обучения открываются вам на протяжении трех месяцев. То есть через три месяца у вас должны быть сданы все домашки, и вы, сдав все домашки, получите сертификат от моей школы. У вас будет вот такой вот сертификат, у вас уже должно быть готовое портфолио с кейсами по вашему учебному проекту, по платному проекту. У вас уже через три месяца должен быть клиент на стажировке, либо уже вы будете иметь платного клиента, и, соответственно, доход 10-20 тысяч с вашего платного клиента. Это результаты через три месяца. Те из вас, кто поактивнее, у вас уже может быть два платных проекта, например, да, и доход уже, например, 40 тысяч. То есть ваш доход тут уже напрямую зависит от вашей активности и от того, сколько времени вы готовы выделять на работу с проектами. То есть если готовы выделить 4 часа, это два потенциально клиента. Готовы работать 8 часов, пожалуйста, уже может быть 3-4 клиента. То есть тут все в ваших руках. А после выпуска вы получите доступ в чат выпускников. То есть у нас такой формат обучения, что вы всегда получаете от нас помощь, даже когда уже наше обучение с вами закончится, основной блок обучения. Вы получите доступ в чат выпускников и имеете возможность консультироваться со специалистами, с выпускниками более ранних потоков, задавать там любые вопросы. То есть тоже у вас такая возможность, безусловно, будет. А там же я публикую вакансии, которые мне отправляют напрямую те, кто хотят получить выпускников моей школы. То есть вы, войдя в это обучение, вы уже попали в крутое сообщество экспертов по рекламе. И вы из этого сообщества уже никуда не вывалитесь. То есть вы уже с нами, все. Вы уже в нашей семье. Вы уже всегда имеете место, где можно проконсультироваться, посоветоваться, получить помощь и поддержку. И вы должны пользоваться помощью этого сообщества по максимуму. Договорились? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если с этим все понятно. Сейчас я открою ваш чат, посмотрю ваши вопросы. На каких тарифах включено получение диплома? Александра, получение диплома доступно на всех тарифах, если вы заказывали получение диплома. Когда вы оформляли заказ, там была галочка получение диплома или без получения диплома. Если вы пошли в обучение с получением диплома, значит, вы его получите. Если вы оформляли обучение без диплома, значит, вы сможете его оформить. У вас будет отдельный урок, где вы сможете заказать отдельно получение диплома. Супер, Елена. А далее возможно ли будет продление чата скорой помощи, которая на два месяца? Да, Светлана, возможно, у вас будет возможность продлевать доступ. Там есть два формата. Продлевать, покупать каждый месяц продление доступа в эти чаты. Либо покупать сразу пакет на три месяца, либо на полу. Так, раз-раз, ребята, я тут что-то вывалилась из зума. На каком этапе? На каком этапе меня выкинуло? На каком этапе меня выкинуло? Напишите, пожалуйста. И в чате продублируйте вопросы, потому что зум у меня вылетел, и, соответственно, все сообщения в чате тоже у меня пропали. Сейчас? Нет. Про диплом. Значит, я говорила про то, что если вы пошли в обучение, приобретя диплом, у вас там была отдельная галочка, то диплом вы получаете. Если вы пришли в обучение и галочку получения диплома не ставили, то у вас будет возможность отдельно заказать выдачу этого диплома. Значит, продление чата. Продление чата возможно. То есть у вас есть два месяца бесплатного доступа. Если вы почувствуете необходимость продления доступа в эти чаты, то у вас будет возможность докупать участие в этих чатах и участие в вебинарах со мной раз в неделю. То есть у вас там будет формат покупки на месяц. Каждый месяц по клубной модели вы продлеваете. Раз-раз. Сейчас, секунду, я попробую переключиться на другой Wi-Fi. Что-то с этим какая-то проблема началась. Сейчас, секунду, я переключусь на другой, попробую. Подвисает, подвисает, подвисает. Сейчас попробую на другой переключиться, ребят, секундочку. Так. Ну, что-то не видим. Ага. Так. Вот сейчас я перешла на другой Wi-Fi. Скажите мне, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно? Дайте обратную связь. На другом Wi-Fi. Как? Все работает. Не подвисаю сейчас? Работает отлично. Окей, супер. Хорошо. Хорошо. Значит, про продление. Про продление. Вы сможете продлевать доступ к этим чатам, либо докупать каждый месяц продление участия в этих чатах и доступ к вебинарам со мной раз в неделю, либо покупать сразу пакет на три месяца, на полгода. То есть у вас будет такая возможность. Вы также в уроках увидите, где можно будет это докупить. То есть такая возможность у нас тоже есть. Так. Я оплачивала с госдипломом, где посмотреть, что его получу. У вас, по-моему, в названии тарифного плана того курса, что вы покупали, должно быть написано «С получением диплома установленного образца». У вас, по-моему, в вашем профиле, в моих заказах должно быть это написано, что конкретно вы покупали. Значит, смотрите, сейчас у меня в чате, когда у меня зум перезагрузился, пропали все ваши вопросы. Если вы писали какие-то вопросы, ребят, продублируйте, пожалуйста, в чат. Хорошо? Потому что сейчас я вопросов не вижу, которые были предыдущие. Это можно будет сделать за баллы? Вы имеете в виду продлить участие? Я подумаю, возможно, мы сделаем какую-то частичную оплату баллами. То есть так как мы только внедряем эти чаты, вот вы первый поток, когда у нас начинается такой формат, у нас пока не было такого. Но если есть запрос, я подумаю, возможно, мы сделаем какую-то частичную оплату баллами. Хорошая идея. Так. Вот. В общем, в итоге график вашего выхода на удаленку будет выглядеть следующим образом. Значит, первые 3-4 месяца, да, то есть тут, смотрите, тут будет плавать ваше время, потому что кто-то из вас платного клиента найдет в первую неделю, кто-то из вас будет искать платного клиента месяц-полтора-два. То есть тут уже все зависит, на самом деле, от вашей активности, от того, сколько у вас есть времени и прочее, прочее, прочее. То есть тут невозможно дать какой-то там фикс. Да, поэтому первые там 3 месяца вы возьмете потенциально одного клиента, двух, трех, если у вас есть много свободного времени на работу на удаленке. Соответственно, ваш доход будет от 10 до 40 тысяч в месяц. Потом в следующий месяц, там 4-5, вы возьмете следующего клиента, ваш доход уже вырастет до плюс 20 тысяч. Потом возьмете следующего клиента, еще плюс 20 тысяч. И, собственно, вот так вот и будет выглядеть ваш график выхода на стабильную удаленку. Как это делать, цена образования, какие цены назначать и прочее, прочее, чтобы выходить на стабильный доход. Все это будет у вас в обучении на второй и третьей ступени. Все очень мощно, надо тайм-менеджмент применить. Да, действительно, я вам очень рекомендую пользоваться вот этими инструментами, которые я добавила по тайм-менеджменту. Посмотрите обязательно эти уроки и примените. Потому что вам очень важно сейчас встроить это обучение в ваше стандартное расписание, если вы хотите реально получать результат. Почему доступ только на год, а не навсегда? Мы же не покупаем что-то временное. Невозможно дать что-то на вечно, потому что наши уроки лежат на платформе, на гид-курсе. Это сторонняя платформа. Я не могу вам гарантировать, что будет со сторонней платформой через год. Вы понимаете, что все не вечно. Знаете, как я когда выкладывала видео на Ютубе, все думают, божечки, Ютуб будет жить с нами вечно. На самом деле, когда начались вот эти пертрубации с зарубежными сервисами, те начали кричать, что ребята, быстро переводите весь ваш видеоконтент с Ютуба, переносите куда угодно, потому что Ютуб скоро закроется. То есть мы с вами живем сейчас в мире, когда все меняется, и невозможно гарантировать сохранность какой-то платформы, что там будет через год. Это невозможно. Гид-курс, хотя это, конечно, русский сервис, но знаете как? Я уже давно ничего никому не гарантирую навечно. То есть на год, да, я вам гарантирую доступ к урокам на год. Дальше мы уже действуем из того, что у нас будет происходить через год. И тем более надо понимать, что в рекламе все очень быстро, все меняется, всегда все уроки обновляются. Те курсы, которые я писала год назад, они очень сильно отличаются от того, что записано сейчас. Например, сейчас я вот в режиме реального времени, вот в текущую неделю буду переписывать блок по рекламе в поиске, вы все получите уже обновленные уроки, потому что я там тоже меняю еще структуру подачи материала. Если раньше я делала упор на подготовке рекламы через Excel-файлы, то сейчас я хочу еще больше упростить вам работу с рекламой. И сейчас я буду делать упор именно на автоматических системах управления рекламой. Буду делать упор на CloudLame, и вы будете получать уже вот эти обновленные уроки. То есть у нас все всегда обновляется, и то, что было год назад, это уже как бы сильно все устарело. Значит, смотрите, все вы, кто быстро оформляли заказ, вы все получили от меня бонусные уроки. Кто получил от меня бонусные уроки, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. У вас могут быть, у каждого из вас может быть разный пакет бонусов в зависимости от того, как вы производили оплату. У вас могут быть бонусы по Google рекламе, по ораторскому искусству, по рекламе на Wildberries, по Яндекс.Дзен, по Яндекс.Бизнес. Смотрите, у вас все эти бонусы также лежат в разделе тренинги, бонусные уроки. Но, пожалуйста, не бегите сломя голову учить эти бонусные уроки. Вы должны четко понимать, что основное обучение – это то, что вот здесь, в 17-м потоке. То, что называется 17-й поток – это основное. Все бонусные какие-то активности, чтобы у вас просто голова не взорвалась от количества информации, вы можете, если вы прям чувствуете, что у вас куча свободного времени, вы, конечно, можете параллельно проходить бонусные уроки, пожалуйста. Но если у вас и так все плотненько в расписании, то, пожалуйста, бонусные уроки оставьте на потом. Когда вы пройдете основной курс, потом уже вы можете не торопясь пройти все остальное. То же самое касается курса по тильде. Смотрите, кто-то из вас, кто пошел на обучение по тильде и по Яндексу сразу, у вас сейчас возникает вопрос, а куда бежать? Смотрите, если вообще тильда дана вам, потому что на тильде можно заработать деньги быстро, здесь и сейчас, потому что там обучение вы пройдете за неделю буквально, и уже в течение недели вы можете начинать делать свой сайт для вашего клиента и уже брать за это деньги. Если вы можете пройти быстренько сейчас за неделю обучения по тильде, и, например, уже начинать искать заказы по тильде, либо если у вас есть какой-то клиент, который говорит вам, слушай, Наташ, вот я хочу к тебе на рекламу, но у меня нету сайта, у меня там, знаешь, только группа во ВКонтакте. И вы говорите, слушай, Марина, давай я тебе за 5 тысяч сделаю классный продающий сайт на тильде. Давай, давай. И вот вы в этом случае, вы смотрите уроки по тильде и по урокам делаете сайт для своего проекта. И 5 тысяч заработали и вам хорошо, и клиентке вашей хорошо. То есть если вы в такой ситуации, то вы совершенно спокойно можете параллельно посмотреть уроки по тильде. Если же у вас сейчас нет заказа на тильду, и у вас нет искреннего желания бежать сейчас, искать клиентов на тильду, то тогда тильду, опять же, вы можете оставить на потом. Потому что у нас там тоже это такой курс Evergreen, то есть он постоянно идет. Уроки в записи, вы смотрите уроки, вебинары обратной связи с нашим преподавателем по тильде. Там просто выкладывается расписание на месяц, и вы можете присоединяться к любому вебинару, которые идут в эти месяцы. Приходите на разбор со своим сайтом, он вам эти сайты разбирает. То есть если у вас тариф с обратной связью, вы не переживайте, что вы пропустите какие-то вебинары. Вы там просто записываетесь на вебинары, приходите по расписанию вебинара, куда вы записались. У вас там есть 4 разбора на вебинарах, если вы пошли по тарифному плану с обратной связью. Если вы пошли по самостоятельному обучению тильды, то в любое время можете эти уроки смотреть. Если вам нужно будет докупить вебинары по тильде, то тоже будет такая возможность. Понятно, да? Так, если здесь кто-то присутствует, кто еще, это же открытый урок. Если здесь кто-то присутствует, кто еще не на нашем потоке, но понял, что надо присоединяться срочно, то, смотрите, запись на текущий поток открыта еще неделю. Через неделю все, запись закрывается. Все, на этот поток уже попасть будет невозможно. Поэтому если вы еще не с нами, то я сейчас в чат кину вам лендинг, где можно оформить заявку. Сейчас я вспомню, где он. Вот он у нас. Я вам кидаю в чат. Если вы еще не с нами, то сможете к нам присоединиться. У вас осталась для этого ровно неделя. Ровно неделя на то, чтобы попасть в 17 поток. Потом мы уже запись закрываем. Так, 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 так. Все, теперь давайте поотвечаю на ваши вопросы. Дальше не надо будет, если все вовремя сдавать. Но насчет доступа на год, на самом деле, я хочу сказать вам, что ученики мои возвращаются к урокам в течение года. Потому что, когда вы начнете брать реальный... Вот смотрите, вы проходите обучение месяц. И через месяц вы поймете, что вы уже ничего не помните, что было в начале. Вот у вас будет такое ровно через месяц. Вот прям помяните мои слова. Вы скажете, Лена, я не помню вообще ничего, что было в начале. Потому что все знания без практики, они очень быстро выветриваются. И когда вы начнете брать платные заказы, вы будете возвращаться снова к первым урокам, заново их пересматривать и делать все поэтапно. И вы так будете делать примерно с первыми тремя клиентами. Вы будете возвращаться и делать поэтапно все по урокам. Это нормально, это норма. То есть таким образом вы вырабатываете себе вот эту практику. То есть вы примерно первые полгода постоянно будете возвращаться к этим урокам. Это нормально, это норма. Кто-то ко мне даже пишет через год спустя, Елена, пожалуйста, откройте доступ. Мне надо посмотреть тот урок, где вы рассказывали, как там собирать семантику, понимаете? То есть это такая история, что вам постоянно надо будет пользоваться этими уроками. Слава богу, что они все в записи. У нас вживую проходят только живые вебинары по понедельникам. Опять же, если вы не можете присутствовать на живом вебинаре, то вы запись тоже сможете посмотреть. Все записи выкладываются на платформу, также на гид-курсе вы увидите все записи. Как можно получить гугл-рекламу? Александра, если вам нужно обучение по гугл-рекламе, то это уже отдельный тренинг. Если у вас бонусом его не было, то значит не было, значит надо будет докупать отдельное обучение именно по гугл-рекламе. Их позже лучше пройти. Да, как я сказала, все бонусные обучения лучше проходить уже позже. Можно еще по баллам узнать. Есть баллы в личном кабинете на гид-курс в левом углу. Они, кажется, в конце месяца сгорят. Что можно купить на них? Баллы вам начисляются за, если вы присутствуете на моих зумах по пятницам, вы получаете там по 500 баллов. Все баллы, которые у вас есть на гид-курсе, вы можете использовать на покупку каких-то дополнительных тренингов. Например, если вы сейчас мне задали вопрос по гуглу, а у вас гугла нет, то вы можете зайти сюда, все курсы Елены Червонец, в этот раздел, и посмотреть, какие здесь есть курсы у нас. И если у вас нет какого-то курса, и вы хотите его приобрести, то вы сможете купить этот курс с использованием тех баллов, которые у вас есть. Так, подскажите, пожалуйста, могу ли я делать рекламу по проекту, у которого нет еще сайта. Мой друг сейчас начинает подготавливаться к созданию мини-бизнеса, а я хочу делать рекламу на его бизнес. А сайт делать так же в течение обучения рекламе. Ну, Никит, ну вот это как раз хороший пример, что вам как раз параллельно было бы неплохо смотреть уроки по тильде. То есть если у вас тарифный план с тильдой, то вы просто открываете обучение по тильде и прям по урокам начинаете делать сайт для вашего друга. Вы за неделю медленным шагом прекрасно сделаете продающий сайт. Если у вас тариф с обратной связью от преподавателя, записывайтесь на вебинар, идете со своим сайтом на вебинар, вам дают обратную связь, дают рекомендации, что улучшить, как усилить. Все, вы за неделю создадите сайт для вашего друга. И дальше на ваш прекрасный конвертирующий сайт вы сможете создавать уже Яндекс.Рекламу. Елена, у меня ни одного бонусного урока, хотя я оплатила без рассрочек полностью. В каком случае их получают? Бонусные уроки получают, если вы вносите оплату во время, все вы у меня покупали во время марафонов, и что-то еще, да, во время марафонов. То есть те, кто делает заказ и быстро оформляют свой заказ, они получают все бонусы. То есть если вам бонусы положены, но они не открылись по каким-то причинам, то напишите в чат Ксении, нашему преподавателю, она переправляет ваш вопрос в службу техподдержки, и мы проверяем, что там происходит с вашими бонусами, и открываем, если вдруг что-то не открылось. Да, Елена, у вас вопрос? Только звук включите, у вас звука нет? По бонусам как раз у меня вопрос, потому что я его задавала и в техподдержку, и в общий чат. Все ссылаются на вас, а в техподдержке сказали, что ответим в понедельник. Я думаю, если есть возможность напрямую этот вопрос задать, то я лучше вам напрямую, пока все молчат. Вот по бонусам. Я оплачивала курс как раз на 8 марта, и у меня тоже не было никаких бонусов. И когда я прошла ваш последний марафон, присутствовала на всех вебинарах, мне начислились все вот эти бонусные рубли, и у меня получается, что, в общем-то, небольшая разница. И у вас, в общем-то, все ваши обновления, все очень нужны. Вот это основа тильды, и урок по нейросетям, и вот то, что вы сказали, Яндекс.Бизнес, и Дзен, и все, и все на свете. Я в техподдержку спрашивала, могу ли я, например, разницу каким-то образом доплатить, хоть наличкой, хоть бонусными рублями, хоть как-то-как-то, чтобы получить все эти плюшки наравне вот с новенькими. Так, и что вам ответили? Вот у меня такой вопрос. Чисто теоретически, конечно. Мне ничего не ответили. В чате мне ответили, что вам все расскажет Елена в понедельник, а в техподдержке мне вообще ничего не ответили. Сказали, будем ждать понедельника. Ну вот, как бы можно считать, что уже полдня понедельника прошла, мне пока ничего не ответили. И вот опять же, мне все вот интересно, и основы тильды я бы с удовольствием прошла. Тем более, это средний тариф, и вы написали, что все обновления какие есть. На курсе это все касается 17-го потока. Вот как бы вот эту тему развить. Я говорю, вот когда я оплачивала, я просто оплатила сумму, и в моей оплате вообще никаких бонусов не было. Я потом еще уточняла у Курата, ну, в техподдержке. Что да, вот сколько вы оплатили, вам никаких бонусов не положено. Я говорю, и вот я сейчас посмотрела, какие цены. С учетом того, что я прошла, присутствовала на ваших вебинарах, у меня там прям небольшая разница получается. А в принципе, все эти плюшки хотелось бы забрать. Ну, там, так как я не знаю, по какому тарифу вы покупали, да, поэтому мне сложно сказать. Вообще, в принципе, перейти на тариф с тильдой, да, если у вас без тильды, а вы хотите с тильдой, то вы можете просто докупить эту разницу и перейти, потому что у нас сейчас довольно сильно обновились тарифная сетка, да, с тем, что было раньше. Вот, поэтому вы можете перейти. Что касается нейросетей, то нейросети, они у меня включены в 17-й поток. Бонусом шли. Да, да, они у меня включены бонусом. Я просто не знаю, по какому тарифному плану вышли. Может быть, там достаточно... По среднему. Может быть, достаточно там заплатить какую-то разницу между старой тарифной сеткой и новой и получить доступ, соответственно, и к нейросетям, и к чату, и к тильде, и ко всему на свете. То есть, просто тогда скажите, что дайте мне вот эту вот ссылку на разницу, я доплачу и получу доступ ко всем обновлениям. Ответила? Хорошо, спасибо. Будем ждать, когда вы ответите на конец их поддержки. Да, 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 да. Так, Елена, вы говорили про какой-то сюрприз для 17-го потока. Сюрприз для 17-го потока – это то, что у вас включен блок по нейросетям, и также у вас включен доступ в чат по генерации картинок, но там, значит, вы сможете генерировать два пакета картинок в месяц. Я сейчас сделала возможность чата, где вы сможете генерировать картинки безлимитно. Он там стоит, по-моему, что-то типа 4800 в месяц, если вам нужно будет. Но как бы два пакета у вас будет включено в 17-й поток генерации картинок. Чат по генерации картинок. Так, где посмотреть, как сдавать домашку? Подключалось долго. Сдавать очень просто. Вы заходите в уроки. Вы заходите в уроки. Давайте открою какое-нибудь предобучение ваше, например. Снимарский поток. Вот у вас, например, урок по, предположим, по тайм-менеджменту. Вот так. И под уроком у вас раздел, который называется «Задание». И если вам нужно прикладывать какой-то файл, чтобы сдать домашнее задание, вы прямо сюда прикладываете ваш файлер. Да, вот вы что-то пишете. И почему-то у меня через админскую панель нет возможности что-то приложить, но у вас тут должна быть возможность приложить файл. У меня, видимо, потому что я админ, у меня этого нет. И отправляете свой ответ. Вот нажимаете «Отправить ответ». Если достаточно просто что-то написать, вот здесь вот пишите в этом окошке, нажимаете «Отправить ответ». Все довольно просто. То есть все домашки сдаются вот здесь, в поле задания, под уроками. Так, Елена, спасибо за эфир. И за эфир все, как всегда, по делу и структурировано. Супер, спасибо. В какой тариф входит тильда? Значит, сейчас обновленные. Просто кто-то из вас покупал раньше по старым тарифам, да? Кто-то из вас покупал вот позже на последнем марафоне, вот тот марафон, который я проводила на днях. Там у нас новая тарифная сетка как раз. И у нас тильда включена во второй тариф. Там самостоятельное изучение. Там, значит, блоки по тильде, начальный уровень, да? Самостоятельное обучение. На третьем тарифном плане там включена тильда, полностью продвинутый уровень, плюс вебинары обратной связи с нашим преподавателем. То есть второй и третий тарифы, они у нас тильда идут. Елена, вы волшебная, случайно нашла вас. Я очень рада. Спасибо за эфир обучение. Спасибо большое, Александра. Подскажите, делаю знакомый сайт на тильде. Могу далее делать рекламу по этому проекту с тильды? Вы можете, безусловно, делать рекламу на этот проект, но вы делаете рекламу в Яндексе, а объявление вы будете вести на этот сайт, который вы делаете. Конечно. Сайт, который создается для фан-клуба, он не нуждается в рекламе и продвижении. А сколько стоит оплата, содержание самого сайта? Сайт, который создается для фан-клуба, он не нуждается в рекламе и продвижении. А сколько стоит оплата, содержание? Если вы имеете в виду, сколько... А сайт где? На тильде? Тильда, там оплачивается владение доменом, там вы можете заплатить сразу за год, ну, не за владение доменом, а за пользование тильдой. Можете оплатить сразу год, можете оплачивать там каждый месяц, там в зависимости от этого зависит, сколько вы платите. Ну и все, и просто оплачиваете эту сумму и пользуетесь вашим сайтом, там больше ничего не нужно. В пакете сколько картинок? Два пакета по четыре картинки. Классно, супер. Еще вопрос, где посмотреть бонусы? Бонусы даются только во время заказа, во время марафона. То есть если вы не делали заказ во время марафона, бонусы вам не положены. То есть у меня бонусные курсы я даю только тем людям, которые оформляют заказ на мое обучение во время моих марафонов. Если вы не оформили заказ во время марафона, то там бонусы вам не положены. Бонусы сгорают по времени. То есть чем позже вы делаете заказ, тем меньше бонусов вы получаете. Вот скажите, можно настраивать рекламу на сайт, который в процессе разработки, сайт на тильде? В целом вы можете, безусловно, параллельно настраивать рекламу и доделывать свой сайт. То есть вы же знаете тематику сайта, вы понимаете, по каким ключам вы будете рекламировать этот сайт. То есть в целом параллельно, конечно, это можно делать. А кто раньше средний тариф 17 потока оплачивал, тильды не будет? Ну тильду вы можете докупить, если она вам нужна. То есть у нас поменялась тарифная сетка, там другие цены, как вы могли заметить, они стали дороже. За счет этого мы усиливаем наше обучение, добавляя новые продукты и, конечно же, цены немного дороже. Просто если вы покупаете во время живого марафона, там прям дается максимальная скидка и максимальные бонусы. Если вы долго тянете и покупаете после марафона, то все, у вас бонусы отваливаются. И, соответственно, обучение становится дороже. Если вы покупали раньше, то вы покупали дешевле по другим тарифным планам. То есть если вам сейчас необходимо докупить отдельно что-то, там тильду кому-то нужно, кому-то там нужен, я не знаю, доступ в чаты, сопровождение и прочее. Сейчас как раз-таки я делаю предложение для учеников, которые выпускники предыдущих потоков, которым тоже нужна вся эта нейросеть, им нужны и тильда им нужна. У нас будет рассылка в среду. Вот я подготовлю пакет, где вы сможете там докупить то, что вам необходимо. Понятно, да? Ну что, друзья, есть ли еще у вас какие-то вопросы по обучению? Значит, смотрите, сейчас вам уже всем открылся первый раздел, как я вам уже говорила. Ваша задача на ближайшую неделю активно смотреть уроки, сдавать домашние задания. Мы уже начинаем с вами готовить нашу рекламную кампанию по вашему проекту учебному, который вы выбрали. Вы это делаете, и дальше в понедельник мы с вами встречаемся на следующем зуме, где я уже буду разбирать ваши домашние задания. Понятно, что всех вас я не успею разобрать, потому что на потоке там более 50 человек. Я буду выбирать примерно по 8 домашних заданий на разбор. Если вы не будете участвовать в первом разборе, тогда вы попадете на следующий разбор. То есть мы всегда стараемся, чтобы каждый из вас ко мне хоть раз попал на разбор. Понятно, да? Но вам очень важно приходить на эти разборы. Почему? Вы приходите на них не ради того, чтобы я разобрала именно вашу домашку. Это, конечно, безусловно, очень здорово, но чем прекрасны и полезны разборы? Тем, что вы в режиме реального времени видите, как настраивать рекламу под разные проекты. Потому что все вы, кто на потоке, вы все будете настраивать совершенно разные проекты. Кто-то стоматологию, кто-то там, я не знаю, интернет-магазин, кто-то там салон красоты. У всех у вас разные проекты. И когда вы видите, как я разбираю чужие проекты, вы понимаете, как работать с разными бизнесами из разных ниш. И вам потом будет сильно проще искать клиентов в разных направлениях, потому что вы будете понимать, как разрабатывать рекламную кампанию под разные типы бизнеса. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Поэтому разборы, они невероятно полезны не потому, что я там разбираю именно вашу домашку, а потому что я там разбираю домашки всех ваших одногруппников. Поэтому обязательно приходите, чтобы увидеть это, задать там вопросы в режиме реального времени. Если вдруг по каким-то причинам вы не можете присутствовать на вебинаре обратной связи, вы можете в чате задать вопрос. Мне Ксения эти вопросы передает, я дальше их разбираю на вебинаре, и вы сможете посмотреть запись. Записи выкладываются у нас на платформу GitCourse. А где будут размещены материалы по нейросетям? У меня в кабинете ничего нет. Они будут размещены, как только я их запишу. Эти уроки еще не записаны. Они пишутся где-то примерно в течение двух недель они точно у вас появятся в кабинете. Записи разборов, да, будут. Если я приобрела третий пакет, в нем не будет никаких изменений или там еще что-то добавится? Марина, зависит от того, когда вы приобретали. То есть вы приобретали месяц назад или вы приобретали вот на этом последнем марафоне. Если на этом последнем марафоне, то там максимум, что мы сейчас сдаем. Если месяц назад, то там чего-то не хватает. Надо сравнить эти пакеты. Честно говоря, я их не помню вот так вот, знаете, в памяти, чтобы я помнила все, что мы продавали полтора месяца назад. То есть это надо смотреть конкретно, что входило в ваш пакет. Елена, я вспомнила, купила обучение на марафоне 8 марта с кодом «Живи ярко», бонусов не будет. Ирина, опять же, я не помню, что входило в пакет, потому что пакетов очень много. Я физически не могу держать в голове, что у вас там входило. То есть для того, чтобы выяснить, что там было, вам лучше задать вопрос в техподдержку у нас на ГИТ-курсе. Да, у вас там есть вот такая вот штука. Вы можете пообщаться, сделать новый разговор. И там вы можете задать вопрос в отдел продаж или задать вопрос в техподдержку, либо задать вопрос нашим преподавателям. Задайте вопрос, кому же это лучше задать. Наверное, в техподдержку, типа, что входит в мой тарифный план. И они вам скажут, потому что кто-то из вас покупал там на акцию 8 марта, там был свой пакет, кто-то из вас покупал полтора месяца назад на прошлом марафоне, кто-то из вас покупал на этом марафоне. И там везде разные содержания пакетов, я их все не помню. Вам лучше уточнить это в техподдержке, и они вам скажут, что конкретно входит в ваш пакет. Договорились? Хорошо? Напишите, пожалуйста, договорились, если договорились. Если вам что-то нужно докупить, вы хотите там тильду, или вы хотите там, я не знаю, еще что-то, доступ дополнительный к чатам, если там на полгода, а не на два месяца. Если вы хотите что-то докупать, то вот в среду у нас будет анонс, как докупить все новые вот эти вот штуки, которые мы добавили в наше обучение. Вы выберете то, что вам нужно. Хорошо, все супер, замечательно. Значит, если у вас какие-то будут новые вопросы по ходу обучения, или там по ходу вообще в принципе нашего курса, все записывайте, и все вопросы сможете мне задать уже на живом эфире через неделю. Договорились? То есть мы с вами встречаемся каждую неделю в Zoom, где общаемся с вами нашей великолепной, потрясающей, дружной командой нашего 17 потока. Я вас еще раз поздравляю с началом этого великолепного, потрясающего обучения. Вас ждет очень интересная, захватывающая дорога. Эту дорогу вы пройдете вместе с нами, и очень важно, чтобы вы были активны во время этого обучения. То есть общались с одногруппниками, задавали вопросы в чате, задавали вопросы мне на вебинарах, приходили на эти вебинары. То есть чем более вы активны, тем больше результат от этого обучения вы получите. Это я уже знаю по статистике трехлетнего опыта в обучении. Чем более ученики активны, тем лучшие результаты они получают. Поздравляю вас, друзья мои, да, вот в легкий путь. Я скажу так, путь не будет легким. То есть скажу сразу, путь легким не будет. Вы будете истерить, у вас будет что-то не получаться, вы будете рвать волосы на голове, когда у вас будет там, я не знаю, вы сидели над компанией, она у вас удалится за один час. Такое бывает, когда, знаете, нажал не на ту кнопку. Если я вам расскажу, сколько раз я удаляла свою многочасовую работу нажатием одной кнопки, вы просто, вы будете сильно удивлены. То есть легко не будет. Но мы здесь все вместе для того, чтобы максимально облегчить вам эту дорогу. Потому что у вас на этом пути будет невероятное количество сложностей, вопросов, проблем. Это нормально, когда вы учитесь чему-то новому. Это совершенная норма. Относитесь к этому тоже с должным пониманием. Если вы делаете какую-то домашку, и у вас не получается, вот вы там сидите ночью, да, у вас уже все просто, мозг кипит, глаза отваливаются, и у вас не получается. Я вам рекомендую в эти моменты, они у вас будут обязательно, просто оставьте, прогуляйтесь, там, я не знаю, попейте чайку, просто проветрите мозги. Потому что я очень часто сталкивалась с таким состоянием, когда ты изучаешь что-то новое, ты истеришь, у тебя просто ни черта не получается, ты в полной истерике, все внутри аж вот так вот трясется от злости. Это нормально. Но когда ты потом пойдешь прогуляешься, проветришь мозги, и все, знаете, как-то вот все нормально становится, все на свои места. Дайте себе время. Дайте себе время для того, чтобы познавать это новое. Потому что вы учитесь профессии, вы учитесь вот реально мощной, фундаментальной профессии. Вы не учитесь, вы не учитесь, знаете, как вышивать крестиком. Это фундаментальная профессия. Чтобы вы понимали, профессиям по пять лет вообще-то учится. Вы будете это все узнавать за месяц. То есть дайте себе это время, эту адаптацию, чтобы понимать все это. На это потребуется время. Что-то будет вам непонятно. Что-то вы никак не будете улавливать. Это норма. То есть вы будете вливаться в эту профессию полгода-год. Это нормально. Но мы вам будем максимально помогать на этой дороге. Именно поэтому я и увеличиваю в два раза нашу поддержку. Потому что я понимаю, что месяца не хватает. Месяца мало. Вам надо больше. Вам надо больше времени на помощь с поиском клиентов. Вам надо больше времени на помощь в настройке рекламы. Именно поэтому мы это время вам и даем. Понятно, да? Для меня это услышать – это самое главное. Спасибо. Марина. Я уже просто собаку съела на обучении. Я уже знаю, где затык у учеников. Поэтому тот формат обучения, в котором вы сейчас будете учиться – это то, что собрано по обратной связи. Это то, что собрано по обратной связи от выпускников, что не хватает, что хотелось бы усилить, что бы посчитали прям идеальным. Вот сейчас вы учитесь в том формате, который, можно сказать, идеальный для этой профессии. Поэтому я вас с этим поздравляю. Вы все большие, огромные молодцы, что вы идете в эту дорогу, в этот путь. Вы не побоялись делать этот шаг. Мы пройдем эту дорогу с вами вместе. И даже если что-то будет непонятно, не волнуйтесь. Совсем плавно, поэтапно, пошагово будем разбираться. Дайте себе, пожалуйста, это время на адаптацию. Не надо от себя требовать невозможного. Не надо требовать от себя быть как я. Потому что я в этой нише 17 лет. Вы в этой нише неделю. Поэтому давайте будем все-таки измерять свои вводные данные. И будем сравнивать себя с собой. Сравниваем только себя с собой. Еще неделю назад вы вообще ничего не понимали. Сейчас вы уже будете знать, как проводить аудиты сайтов и прочее, прочее, прочее. Договорились? Я сразу оценила ваш обратный зум с будущим учеником. Супер, хорошо, замечательно. Все, друзья мои, на этой ноте я с вами прощаюсь. Отдыхайте, переваривайте ту информацию, которую вы получили. Начинайте проходить наши уроки. Начинайте проходить первый раздел. И через неделю мы с вами встретимся на вебинаре обратной связи. Будем разбирать ваши домашние задания и погружаться в этот великолепный, прекрасный мир контекстной рекламы. Все, знакомьтесь друг с другом в чате. Общайтесь, потому что вы вместе с вашей командой одногруппников, все вместе, плечом к плечу, на ближайшие три месяца, как минимум. Все, друзья, всем пока-пока, всем хорошего настроения, поздравляю вас со стартом этого обучения и до встречи через неделю. Пока-пока.